Ребята, всем привет! Меня зовут Яна, я рада видеть вас на своем канале. У нас сегодня с вами очень интересное видео. Мы будем пробовать прям свежайшие новинки от бренда Riloui. Белорусский бренд Riloui буквально на этой неделе, пару дней назад, без объявления чего-либо, запустил две новые, сразу две новые балетки из серии Riloui Paradiso. Сегодня будем с вами делать макияж. Попробуем сделать на одном глазу с одной палетки, на другом с другой, чтобы было интересно. Протестируем, поговорим немножко про эту новинку, так скажем, на сегодня видео первых впечатлений. Поэтому, если вам нравится вообще белорусская косметика, если вы любите смотреть обзоры на нее, либо вообще на любую другую косметику, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, приходите ко мне чаще смотреть мои видео, я буду вам очень рада. Хочу сказать всем большое спасибо, кто подписывается, пишет мне комментарии. Я вам просто неимоверно благодарна, потому что любая обратная связь от вас, она мне дает очередной толчок и большое желание снимать для вас видео и вообще искать какие-то интересные продукты и какие-то интересные темы для обзоров. Спасибо вам большое, что вы являетесь моими мотиваторами. Я вам очень-очень благодарна и хочу вам сказать, что если вы подпишетесь, напишите комментарий под этим видео, поставите лайк. Это будет еще одним большим толчком, пинком и моей мотивацией снова и снова снимать видео. Если вы это сделали, большое вам спасибо. И давайте не будем выцегивать и уже будем начинать наш обзор палеток. Начнем с того, что вообще у Рилуи Парадиса, у Рилуи в их линейке Парадиса, это уже не первая палетка, в их линейке Парадиса в прошлом году вот была такая палетка. Они, в принципе, видите, по оформлению все одинаковые, все три одинаковые, да. И в прошлом году у них вышла палетка Парадиса. Это вообще появилась серия Парадиса, и она называлась Парадиса Ньют. Да, она, я бы сказала, что такая нюдовая. Действительно, что это вот фиолетовый цвет, и он выбивался. Но они были не такие пигментированные, чтобы сказать, что, например, коричневый, он совсем не в нюд. В принципе, да, можно было сделать хорошие, классные нюдовые макияжи. Это была первая палетка девятка на белорусском рынке. Поэтому Рилуи вообще молодцы. Они начали это делать. И, как видите, этот запуск у них был очень успешным. Вообще, линейка Самарии Луи Парадиса очень успешна. У них такая красивая розовая упаковочка. И мне кажется, они хорошо в прошлом году выстроили со своей этой линейкой. И в этом году решили продолжать. Соответственно, выпустили еще две новые палетки. Сразу две появилось в один день. И пока у нас в Беларуси еще нет их в обычных косметических магазинах в продаже. Но я, правда, написала на официальном сайте в чат-бот Рилуи и спросила, можно ли купить ее в их официальном магазине, который находится в Минске. И они сказали, что да, конечно. И я пошла туда, купила, чтобы для вас сделать такой сразу первый, так скажем, горячий обзор этих палеток. Либо вы можете заказать на сайте Рилуи, и вам будет доставка прямо до двери. Так вот, и они выпустили сразу две палетки. Вот эта палетка называется Рилуи Парадиса Cold. То есть она должна быть холодная. Вернее, в понимании Рилуи это холодная палетка. А вот эта палетка, наоборот, называется Рилуи Парадиса Warm. То есть теплая. Давайте сравним, как вам. Вот это вот теплая, это холодная. Как вы думаете, так ли это? Холодная она и теплая. Вы согласны с этим? Потому что вот с тем, что это теплая палетка, я бы сказала, что она больше нейтральная. По мне, вот эта палетка, которая Warm, она более нейтральная, например, чем вот эта вот, которая у них называлась Nude. Вот эта палетка для меня очень нейтральная. Она не теплая, она коричневая. Если бы здесь были красные оттенки, которые есть как раз-таки в холодной палетке, я бы ее назвала теплой. Но не могу назвать ее на самом деле теплой. Не знаю, почему Рилуи все-таки не решили назвать ее теплой. А вот в этой палетке, которую они называли холодной, ну что мы здесь холодного видим? Мы видим, во-первых, здесь розовый. Да, вот этот розовый. Я бы сказала, что это розовый. Вообще, ну, все цвета, которые входят в красный спектр, они у нас, конечно же, теплые, но он таким, видите, холодным подтоном. Поэтому я могу согласиться. Вот этот, я бы сказала, вообще нейтральный. В принципе, как и этот нейтральный. Черный, у нас как бы в Африке черный. Вот этот вот темный, он называется, по-моему, называется бургунди, да, бургунди. По мне он, например, теплый. А вот этот тоже такой рыжеватый, он называется сангрия. То есть я не знаю, почему эти два цвета, они решили назвать их холодными. Да, это не самые очевидные теплые цвета из красного спектра, но согласитесь, что называть их холодными как-то уж слишком. Давайте сразу поговорим, какие здесь вообще есть формулы теней. По своему наполнению две палетки разные. Давайте начнем с палетки кол. В ней есть всего лишь один сатин. В ней есть один, он называется холографик, какой-то голографический, это вот этот вот голографический цвет. А сатин вот этот. Дальше здесь у нас есть четыре матовых, да, раз, два, три, четыре. Спаркл, посредине спаркл. Как вот в этой палетке, их базовой палетке, первой палетке спаркл был посредине. Также здесь у нас есть спаркл, он тоже посредине. И два металлика, вот это вот, соответственно, у нас металлики. А в палетке, которая называется warm, совсем другая раскладка. Здесь у нас только три оттенка. Сатин, мат и металл. Сатины, они считают, что это первый ряд, это три сатина. Дальше у нас идет, нет, не так, вот это вот у нас три сатина, три матовых и три металлика. То есть здесь нет спаркл. Как вы видите, палетки по своей формуле разные. Поэтому, если вы будете покупать, то еще ориентируйтесь на это. Потому что кто-то больше любит сатиновые тени, кто-то больше любит матовые для построения формы. Как видите, они разные по своему наполнению. Кто хочет попробовать вот этот новый их голографический цвет, вот он в холодной палетке. Поэтому, в принципе, они молодцы в том, что они их сделали разными. То есть они не сделали их так вот здесь спаркл, здесь спаркл. Нет, они поступили по-разному, чтобы, в принципе, у нас есть разные покупатели. Кто-то любит только сатиновые тени, потому что с сатиновыми тенями очень легко сделать макияж. Они у нас хорошо, скажем так, наносятся, хорошо тушуются. Мы, в принципе, можем их сделать такое веко только сатином. И, в принципе, это дневной макияж. Поэтому, понятное дело, они сделали разные наполнения. Также они добавили черный. Мне очень сегодня интересно попробовать черный. Потому что черный бывает иногда хорошим черным, а бывает иногда и не очень. Иногда так пришивит. Поэтому попробуем сегодня, по-любому, черный. Думаю, что с этой палеткой мы пойдем от светлого к темному. А с этой пойдем, наоборот, от темного к светлому. И делаем сегодня два разных с вами глазик. Поймем, действительно ли у нас будет теплый и холодный макияж. Давайте, наверное, будем начинать делать макияж. Все свочи я сделаю в конце видео. Мы их сделаем вместе. И посмотрим, как вообще будет носиться. Поговорим в конце, классный запуск или нет. Они продолжили свою классную линейку. Либо эти две палетки оказались не таки успешными. Я еще не нашла ни одного обзора на эти палетки на момент, когда я снимаю. Потому что они вот-вот-вот появились. Поэтому, не знаю. Для меня это такая же пока непонятная история, как, наверное, и для вас. Поэтому давайте сначала сделаем макияж, потом свочи, а потом поговорим о данной палетке. Как я уже сказала, с холодной палеткой я хочу пойти от светлого к темному. И хочу начать вот с этого оттенка, который называется сангрия. Он матовый. Давайте его занесем в складку. И попробуем сделать такой красновато, переходящий в черный макияж. Я возьму все-таки, наверное, для того, чтобы в складку, вот такую натуральную бочонок, можно сказать, кисть. И давайте его будем наносить в складку. Но набирать он пока неплохо. Что у меня вообще на глазах? Нанесено. У меня на глазах есть только консилер. И вообще, в принципе, у меня макияж сделан продуктами, всем белорусскими продуктами. Я здесь ничего не добавляла. Только продукты из белорусского сегмента косметики. Тон у меня сегодня тоже из линейки Парадис, Орелуи Парадиса. И пудра у меня сегодня тоже Орелуи. Консилер у меня сегодня Лила, мой любимый. Он у меня уже почти заканчивается, кстати. Скоро на него дам обзор такой финальный. Ну, смотрите. Это такой... Вот сколько я набрала, он хорошо разнёсся, растушевался. И я его, в принципе, так хорошенечко взяла в складку. Он растушевался от такого нежного, темновато-розового цвета. Надеюсь, что вам видно. Видите, в палетке он достаточно темнее намного, да? То есть, когда я его брала в палетке, я думала, что сейчас мы как сделаем такую тёмную-тёмную складку. Но нет. Видите, он совершенно не тёмный. Возьму тушёвочную кисть и немножко подтушую. Будем немножко подтушевывать. Дальше. Дальше я возьму вот такую кисточку-язычок, да? И давайте возьмём вот этот оттенок и нанесём его во внутреннюю часть глаза. Ну, как вы понимаете, макияж у нас сегодня с вами будет такой красноватый-фиолетовый. Ну, кстати, я не знаю, почему они решили назвать её холодной и набрать таких... Смотрите, какой плотный этот оттенок. Это у нас матовый, который называется бургунди. Да, я решила делать макияж холодной палеткой и беру оттуда совсем не холодные цвета. Ну, посмотрите, какие они классные. Просто бомба. Ребята, я этот вот цвет бургунди нанесла на внутреннюю часть глазика и также на нижнее веко тоже во внутреннюю часть. Теперь давайте возьмём матовый-чёрный и простроим им нашу форму. Ну, набирается он вроде как неплохо. Давайте построим нашу форму. И перейдём им также на нижнее веко. Ребята, вот я сделала нашим чёрным цветом форму. Она у меня будет немножко такая подтянутая. И я думаю, что мы сейчас вот этот наш красный цвет соединим с чёрным вот этим тёмным фиолетовым. И я думаю, что я возьму вот этой же кистью, которая наносила красный наш цвет, вернее, не красный, а бургунди, и возьму его нанесу. Не переживайте, спаркл мы тоже с вами используем. Думаю, что спаркл нанесём в уголочек нашего глаза. Так, ну, пока как-то он слабовато набирается. Я захожу вот этим нашим... Это металлик, да? Да, это металлик. Захожу металликом и на чёрный. Сейчас я как раз-таки все такие нюансы... То есть я его был таким переходным из этого матового красного. Делаю его таким акцентом на средине глаза. И перехожу им в чёрный. И нивелирую этот сильный чёрный цвет. Чёрный цвет мне не очень понравился. Чёрный, ну, наверное, не плотный чёрный. Поэтому хочется мне добавить этого немножко металлика, чтобы как-то выровнять ситуацию, скажем так. В общем, видите, порядка совсем не холодная. Видите, у неё получается такой макияж, ну, красно-фиолетовый, наверное. Я бы назвала её больше фиолетовой, скорее всего, чем холодной. Ребята, вот что у меня получилось в итоге. Я, в общем, так случайно получила, что сделала чёрную стрелку тенями. Вот на средине у меня оказался вот этот красивый... Красивый оттенок, который называется Walbury. Вот он посередине. Стрелка у меня вот этим тёмным чёрным оттенком, который называется Carbon. К нему у меня есть вопрос, честно говоря. Немножко добавила серый в тушёвочку. Вот этим смешала. Но нужно быть осторожным, потому что они вместе могут сделать вам грязь. Давайте, наверное, на уголок нашего глазика нанесём как раз-таки Sparkle. Ну, посмотрим, как наш Sparkle будет работать. Набираю вот на такую тоненькую совсем кисть. Давайте нанесём. Ребята, тяжело этот Sparkle переносить. Даже не знаю, видите вы его или нет. В итоге я начала его набирать вот этой кисточкой, которую, в принципе, всегда набирают такие всякие блестяшки в уголок глаза. Но вообще не перенабирала эта кисточка, ничего не набирала, да. Она искусственная, но всё же, поэтому я взяла вот эту натуральную, которую, в принципе, брала оттенок в тушёвку, и ей более-менее что-то у меня перенеслось. Но, наверное, если я возьму... Ну да, на палец она переносится неплохо. Как бы мы хотели не на палец. Давайте сейчас перейдём ко второму глазику, а потом я сделаю внутреннюю слизистую, я сделаю слизистую, нижнюю слизистую. И тогда уже у нас будет полный макияж готов. Давайте ко второму глазику перейдём. Второй глазик мы будем делать палеткой, которая называется warm, то есть тёплый. И здесь я уже хотела пойти наоборот, от тёмного к светлому. Что мне нужно для такой тушёвки? Я беру тоже кисточку натуральную, вот такой вот язычок, и я думаю, что мы сделаем это коричневый, и им буду выстраивать форму. В таком случае, так, у меня есть, я немножко вижу, подскаталась уже консилер, потому что давновато я делала вообще тон и всё остальное, поэтому растушим его. Я на вот такую кисточку набираю и начинаю с уголка глаза, с внешнего уголка. Посмотрите, какой он плотный. Так, видите? И потом я набираю как будто на ребро кисточки. И вот так вот себе начинаю примерно выстраивать, как у меня будет форма. Могу его немножко в складочку износить. Вот этот коричневый мне по качеству больше нравится, чем чёрный из холодной палетки. Он гораздо качественнее, конечно. Просто гораздо. Наверное, коричневый делать намного легче, чем... Ну, коричневый как бы и тушевает легче. Беру тушёвочную кисть, вот такую пушистику, и подтушёвываю свою эту тушёвку, свою эту форму. Делаю такой мягкой. Коричневый, в принципе, легче в макияже. Вообще, если вы посмотрите, там обычные макияжи, которые делают невесты, они все, в принципе, у них основа — это коричневый цвет. Он ближе у нас всего идёт к цвету кожи, поэтому не зря. Не зря. Ну, и, в принципе, коричневый обычно, даже в бюджетных палетках, он всегда неплохой. Ребята, форму я простроила. То есть у нас будет тоже такая подтянутая форма, чтобы не сильно отличалась вот эта стрелка, которую мы нарисовали на левом глазу. Хочу очень использовать этот зелёный цвет, поэтому давайте внутренний уголок глаза мы сделаем, наверное... Давайте вот этим, скорее всего, будет у нас такой очень тёмный цвет. Возьмём средненький, он называется To Mars. Очень даже интересное название придумали, честно говоря, Релуи. Молодцы. Давайте его попробуем набрать. To Mars. И будем носить его во внутреннюю... Во внутреннюю галакузу. Ой, он такой... Не знаю... Оранжево-медный, что ли. Совсем не такой, как в палетке. Не такой коричневый он. Как в палетке, конечно. Давайте его и на нижнюю часть, и на нижний век нанесем. Вот так вот, ребята, в университете To Mars. Очень он такой оранжевый, ярко-оранжевый. Ну что, нам осталось вот это только зелёный. У нас получается такого оранжевого через зелёный переход в коричневый. Давайте его будем набирать какой-нибудь с такой кистью. Зелёный называется Olive Hockey. Это металлик у нас. Посмотрим, как он у нас будет переходный оттенок работать. И все, вот, люблю такие макияжи. Коричнево-зелёные, с оранжевым. Поэтому, возможно, вот именно тёплая палетка станет моей любимой. Хотя я вот так вот, когда выбираю какие-то палетки, смотрю, я почему-то всегда смотрю больше на холодные оттенки. Хотя, мне кажется, своим таким желтоватым по тонам кожи мне нужно, наоборот, смотреть какие-то тёплые для себя палетки. Честно, я вам скоро всегда люблю посмотреть что-нибудь такое холодное, фиолетовое. Вот это вот прям меня влечёт. Наношу этот оттенок также и на нижнюю часть глаза. Легко наносится, кстати. Ну, металлики, металлики, в принципе, всегда такие, они податливые для этого дела, поэтому их легко наносить. Вот что у нас с вами получилось. Давайте оформим, и я просто нам оформлю только внутреннюю часть века, и я думаю, что возьмём вот этот Greenwood. Зелёное... Зелёное дерево. И его я пробую нанести вот во внутреннюю часть глаза. Тем самым мы так вот нивелюруем этот такой вот совсем зелёный цвет при помощи нашего с вами обволочка глаза. Вот что, ребята, у меня получилось. Посмотрите на мой макияж. Я сейчас немножко его, так скажем, подштрихую. Сделаю ресницы и вернусь к вам. И обсудим наши палетки, сделаем сфотчем. Ребята, возвращаюсь к вам уже с моим макияжем. Глаз, он полностью заполнен. Я также... Он полностью закончен. Я также закончила... Немножко добавила консилера, потому что были осыпания, я их вытирала, вытирала мокрой салфеткой, поэтому добавила здесь консилера. Также на нижней слизистой у меня нанесён тоже карандашик от Reluie. Это их классная линейка Каялов, которая называется Artistic Color Kayaal. А на правом глазике зелёный. Это у меня карандаш от Maybelline и их Tattoo Line. Вот такой вот зелёный классный цвет есть. Тушь у меня тоже от Reluie Alta Moda. В принципе, я уже сказала, что почти у меня все продукты белорусские и большинство из них от Reluie. Давайте делать свочи, и я начну рассказывать. Начну делать свочи, красники, холодные палетки. И давайте начнем с верхнего ряда. Вот этого. Он такой совсем... Он тушёвочный. То есть, в принципе, если вы почитаете описание палетки, то вот этот первый цвет, он тушёвочный. Второй, который называется Голографик, что они имели в виду? Мне кажется, что когда они называли его Голографик, они имели в виду, что он должен переливаться. То есть, из такого розового, фиолетового. Поэтому он может быть не самый насыщенный. Но да, я вижу в нём этот перелив. Вот это почти вообще не видно, но он так и должно быть. Это, в принципе, такой тушёвочный цвет. Какие-то брать шероховатости, он совсем такой прям не видно. И третий цвет, который мы с вами брали, он очень насыщенный в палетке, но вот как-то когда его тушуешь, он совсем становится таким рыжеватым персиком, скажем так. Это первый ряд. Берём второй ряд. Средний у нас будет Sparkle. Давайте набирать на второй ряд. Давайте набирать второй ряд. Возьму каким-нибудь сухим пальцем. Давайте вот этим. Это у нас металлик, который называется Coco. Давайте его куда-нибудь вот сюда. Ну, металлик. Ну, металлики хорошие. В принципе, я хочу сказать, что это палетки, во всех двух палетках хорошие именно металлики. Дальше давайте возьмём Sparkle. Sparkle мы видели тоже с вами уже. Вот Sparkle. Да. Что хочу сказать, что Sparkle, возможно, не знаю, возможно, если вы будете с Sparkle пользоваться, в принципе, как набирать пальцы, вам нужно хорошо набираться. Видите, что у меня хороший спотч получился. Но если вы будете его набирать, кисточку, у меня почему-то не получилось, даже не натуральный, не искусственный, как-то совсем не очень. И возьмём шестой оттенок, тауповый. Он тоже, в принципе, предназначен такие тауповые оттенки. Давайте, что они всё предназначены для растушёвки. Видите, он такой хороший растушёвочный, тауповый цвет. Кстати, классный. Мы его сегодня не использовали. Этих палеток ещё будет шанс. Это только первые впечатления, конечно же. Я их открывала для себя так же, как и вот вы сейчас их видите. То есть, я ничего не нашла, Я согласна, что к бюджетной косметике нужно иметь подход. Нужно знать, что с чем хорошо тушуется, что как. Поэтому это такой первый обзор. То есть, вот тауповый, видите, он такой хороший, действительно серый тауповый. Дальше, возьмём бургунди. Вот этот матовый, красный, классный бургунди. Его сюда давайте я нанесу. Он вот классный, смотрите, какой он классный. Он такой красноватый, естественно цвет бургундии. Я себе так цвет бургундии представляю. Дальше возьмём металлик, который называется Валдбери. Он у нас был с вами. Мы его наносили как раз-таки на всё подвижное, на центр подвижного века. Вот он, Валдбери. Вот этот, такой он классный. Он так переливает с красного, с таким фиолетовым отлилом. И последний, чёрный. Вот к чёрному у меня больше всего было вопросов, поэтому давайте сейчас возьмём чёрный. Самым сухим пальцем каким-нибудь возьму этот чёрный. Я смазала для вас сводч. Давайте возьмём вот. Он набирается хорошо чёрный, видите? Ну, ну не знаю. В принципе, я смотрю, что моя стрелка такая получилась активная, неплохо, но когда я его решила просто им сделать как бы затемнение, мне не очень понравилось. Но стрелку, в принципе, нормально. Вот так вот выглядят все сводчи палетки. Видно вам, не видно. Хочу сказать, что, кстати, палетка мне понравилась, а мне больше понравилась, конечно, тёплая палетка, хотя я говорю, я люблю именно холодные тенки, но это не холодная палетка. Я бы назвала её фиолетовой палеткой, да, она больше похожа на фиолетовую. Посмотрите, она вот этот, вот этот, вот этот. Да в принципе, но она не холодная. Ну, для меня это не холодная палетка. Я не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы её холодной, а считаете ли вы эту вторую тёплую. Мне кажется, что немножко релуизиа так её назвали. Классные оттенки, посмотрите, как классно. Вот этот валбри переливается, не знаю, видно вам или нет. Он из такого коричневого переливается, фиолетовый, очень классный, мне очень нравится этот голографик под большим количеством света, у меня есть очень много света. Из нежно-розового переливается в фиолетовый, такой холодный. Он классный, какая-то классная формула теней получилась у релуи. Мне нравится, он не самый такой яркий, но вот на определённом цвету, если вам сейчас так же видно хорошо, как мне видно в зеркале, он даёт такой, знаете, хороший, то есть вот видно много, да, на него много света именно направлено, он так его прям много. Мат этот хороший, талковый, вот этот почти нам не видно, но я думаю, что он вообще даже здесь вот не видно, вот этот самый светлый, который называется Camel, Camel, поэтому, не знаю, хорошие металлики, хорошие вот эти вот, я бы не называлась это на самом деле металликом, вот этот вот, это Sparkle, вот этот я бы назвала Sparkle, а вот этот, который есть Sparkle, вот этот вот Sparkle, он мне на Sparkle меньше всего похож, а вот этот мне больше похож на Sparkle в Валбери. Хорошо, это была наша холодная палетка. Давайте теперь перейдём к тёплой палетке, как её называют, релуи, и решим, тёплая ли она. Тоже начинаем вот с этого первого самого светлого оттенка, который у нас будет называться So Ivory, то есть не ждите, что сейчас вы его сильно увидите на моём свотче. Давайте начинать. Делаю ничего особенного, раз-два свотч, надеюсь, вам видно. Ой, его даже получше видно, чем вот тот Camel был виден, он такой более беловатый, и он сатинистый, вот в чём дело. Тот был совсем матовый, а этот сатинистый. Теперь давайте второй с верхнего ряда, как у нас запечу, да, здесь вам видно, давайте вот так вот, вот он, Пич Вейл, Пич Вейл, видно вам, не видно, вот это Пич Вейл, да. Это у нас будет, это сатин, да, ну, такой хороший, петаллический сатин, это вот сатин, и дальше третий оттенок, матовый, который, это Caramel, карамель, его у нас не было с вами, давайте, здесь вы видите, ой, ну, он такой вот рыжевательный, конечно, давайте я его ещё не уберу, потому что маловато, вот, он рыжевательный такой, ну, она, да, возможно, она, кстати, порядка тёплая, то есть, если вот такой вот рыжий брать в тушёвку, да, вот этот, посмотрите, ну, возможно, давайте перейдём к среднему ряду, начнём с четвёрки, которая называется Synamon, вот этот вот называется Synamon, будем набирать его, и это у нас будет сатин, его вот здесь я вам сделаю скотч, смотрите, какой интересный Synamon, тоже сатин, очень похожий по структуре вот этим сатином, очень они похожи, дальше возьмём средний, здесь у нас не Sparkle средний оттенок, а здесь это металль, который называется Too Mars, его мы с вами брали, примерно знаем, что от него ожидать, из такого тёмного коричневого палетки, мы сейчас увидим такой оранжевый, смотрите, какой он оранжевый, да, совсем такой оранжевый, и последний в этом ряду называется шестой Burned Sugar, это у нас жёный сахар по-русски, да, посмотрим, сколько он будет с жёным сахаром, это матовый оттенок, ой, хороший матовый оттенок, вот видите, она, давайте так, я вот по этим свочим, по шести вижу, что она, да, она нейтрально тёплая, то есть, да, здесь нету таких вот, например, талкового цвета, здесь нету, но здесь вот есть вот такие, которые можно делать тушевку, либо вот такой вот цвет, она у вас будет такая тёплая тушевка, я согласна, теперь возьмём тоже, который мы брали с самого голого глаза, это Greenwood, это Metallic, давайте его возьмём, этого Metallica, Metallica, его просвочим, смотрите, ну, он мне, в принципе, понравился, как вот Metallica набирается, такими комочками, он мне как понравился, вот в принципе, здесь мобильный, как понравился он мне в, когда я его набрала кистью, так вот он мне сейчас нравится, видите, он такой зеленовато, зеленовато он, зеленовато золотой, конечно, тут в уголке глаза сложно такие переливы увидеть, и я немножко так подубрала, потому что плюхнула я вот так немало, но вот в принципе, смысл вы видите, да, вот такой зеленовато золотой, очень классный, теперь вот этот средний зелёный наберу, он у нас называется Olive Hockey, он у нас посередине, на подвижном веке, смотрите, тёмный такой, да, то есть вы видите, что он совсем не светлый, такой тёмная оливочка, скажем так, такая с чернотой, с каким-то чёрным пигментом, мне кажется, этот цвет, и последний здесь девятый, называется Milk Chocolate, Milk Chocolate, давайте его наберём, он мне, кстати, очень понравился в работе, очень легко им работать, давайте, ну вот он хорошо так тушуется, без каких-то, не знаю, видно ли вам все свочи, без каких-то проплешин, он не комкуется, не застревает, класс, мне очень понравился цвет, поэтому, честно говоря, честно говоря, мне больше понравилась палетка тёплая, почему? Мне очень понравился мне этот коричневый, действительно, им хорошо построить форму, он хорошо тушуется, тушуется в хорошую, такую красивую дымочку, классно, если хотите сделать прям совсем тёплый, да, можно добавить этих вот рыженьких, тёмных, рыжих матовых, они, естественно, рыжие будут в тушёвке, потому что по свочи видно, что они рыженькие, и у вас будет совсем топлый макияж, если вам хочется добавить чего-то холодного, добавьте этот зелёный, да, что зелёный у нас холодный оттенок, я не знаю, почему они его решили назвать тёплым, зелёный именно холодный оттенок, поэтому добавляется этот вот зелёный металик, и у вас из теплоты появляется вот такой вот прям брызг такого зелёного цвета. Вот этот тоже классный, совсем мне он тоже понравился, вот он ещё раз на свочи, супер, вот эта палетка более, более удобоваримая, такая более, ну, более применимая, так скажем, в жизни, чем всё-таки вот эта тёплая палетка, вот тёплая палетка. Что про тёплую, о, тёплая, холодная, что про холодную могу сказать? Мне кажется, у них не удастся спаркл, правда, спаркл у Берновича очень классный, я понимаю, что сейчас как-то все белорусские бренды пошли к этому, к этому делу, хотим сделать классный спаркл, они тоже добавляют спаркл, мне в первой палетке их не очень нравится, спаркл, и в этой не нравится спаркл, он тяжело переносимый, то есть, ну, видите, я его не смогла перенести кисточкой, пальцем, где-то на среднем века, но мне хочется делать им какие-то вот именно акценты, нюансы в уголке глаза, мне в принципе не очень нравится свой левый глаз, наверное, из-за этого, я буду еще раз пробовать эту палетку, конечно, это не один раз, и не самое, не мое финальное мнение, но в работе мне больше понравилась как раз-таки теплая палетка, в этой палетке, в холодной, их очень хочу пробовать в деле в этот голографический цвет, вот на Сочи, мне он очень понравился, потому что вот так вот в палетке, ну, не знаю, вам, наверное, не видно, что он переливает, но переливает из розового такой холодно-фиолетово-синенький, да, вот это почти не видный цвет, который вообще не видно, да, не знаю вообще, будет ли он нужен в работе, и вот эти вот металлики, вот эти вот два металлика, тоже мне здесь очень понравились, вот, естественно, что они скучноваты, вот здесь, например, металлики мне больше понравились, они более интересные, они с интересным отливом, они, ну, не знаю, вот здесь мне больше понравилось, здесь как-то, обычные просто оттенки, понимаете? Нет никого такого оттенка, чтобы ты на него смотрел, и ты не понимал, каким цветом тебе это описать. То есть здесь понятно, какой пигмент, что куда, понятно. Хочу отдельно отметить вот этот матовый цвет, который называется Бургундий. Он очень пигментированный, он очень классный, он хорошо ложится, он просто супер. Очень вам вот этот Бургундий советую. Если вы любите такие красные палетки, красные макияжи, вот эту купите хотя бы ради этого классного Бургундии. Чёрные. Не знаю. Стелку я нарисовала, её тоже дозабила немножко в уголке глаза, во внешнем уголке глаза. Но я не уверена, что я с ней сделаю чёрные смоки. Ну, как-то я не уверена в этом чёрном цвете. Насколько я уверена вот в этом цвете, настолько я не уверена... Насколько я уверена в этом коричневом цвете из тёплой палетки, настолько я не уверена вот в этом холодном чёрном... чёрном из холодной палетки. Но в целом палетки хорошие. Вы должны понимать, что одна, что вторая палетка стоит у нас 20 белорусских рублей, что примерно меньше 8 долларов. Это действительно именно бюджетный сегмент бюджетной палетки. Здесь в каждом рефиле по грамму палетка, в палетке 9 грамм продукта, то есть в каждом рефиле по грамму, и это немало для таких палеток. Это бюджетные палетки, и такие палетки мы чаще всего покупаем, чтобы делать какой-то базовый дневной макияж, и когда у нас есть случай, сделать какой-нибудь праздничный макияж. И что в одной, что во второй, есть классные оттенки, есть интересные рефилы, тени, которые мы можем сделать какой-то праздничный макияж. То есть нам нужен праздничный, мы найдем, что в одной, что во второй. Но вот это просто вам будет больше как базовая палетка, плюс вот с этим зеленым вы сделаете что-то необычное. А вот это как базовое, ну я не знаю, то есть вы вот этот ксено-красный вы не будете брать, он не будет базовым. Серый, ну серый не все любят, потому что серым можно сделать какую-то такую неприятную историю. Получается, что у вас есть цветка, которая почти бесцветная, и вот этот оттенок, который называется Sangria, да, вот эта Sangria. И она, в ней я меньше всего уверена, она, ну вот она вот такая, да, вот эта Sangria, она рыжая. И поэтому вот с этой какого-то повседневного макияжа не получится, как мне кажется. Ну, вернее, в моем понимании повседневного макияжа с ней не получится. Поэтому если вы ищете базовую палетку, с которой вы можете перейти в праздничный какой-то макияж, то это именно теплая палетка. Ну если упоклонить красный к макияжу, то, конечно, вот эта вот палетка. Потому что она, ну ни капли, она не холодная по мне, она все-таки красная палетка, красно-фиолетовая, я бы ее так назвала. Я уже сказала, палетки действительно бюджетные, то есть 20 белорусских рублей меньше 10 долларов, вы покупаете палетку, в которой 9 рефилов, 9 граммов продукта, это немало, правда, это немало, поэтому это того стоит, я считаю, если вы купите, вы попробуете, нужно вам, не нужно, если у вас уже была первая палетка, вы примерно представляете, что это за тени, но, откровенно говоря, качество рефилов и вообще, в принципе, формула, мне кажется, она разнится от первой палетки к вот этим двум, и вот эти две мне больше понравились, потому что, когда я работала вот этой первой палеткой, которая называется Nude, мне было скучно, ну, то есть, блин, как-то здесь было совсем все печально, этот спаркл, который мне как-то никак не переносился, эти были совсем почти не видны, то есть для какой-то тушевки, и все остальное у нас были какие-то металлики, сатины, ну, то есть вообще как-то ничего, какого-то темного матового, либо матового такого среднего, да, то есть ничего слишком темного, ни слишком светлого не было, был этот коричневый, но он был мне по качеству намного меньше нравился, чем вот этот, Я не знаю, видно вам или нет, мне кажется, что они все-таки разные, эти коричневые, да, вот в этой палетке в нюде, это немножко более темный, он поэтому тяжелее, возможно, и тушевался, мне он здесь не так нравится, как мне нравятся коричневые вот эти вот теплые палетки, то есть вот это была однозначно такая проба у Ре Луи, чтобы сделать классную палетку, и, ну, я понимаю, что они хорошо, я думаю, что на ней заработали, хорошо, и хорошая продажа они сделали эти палетки первые, знаете, девятки появились в белорусском сегменте за хорошие деньги, они были неплохими, вернее, она есть неплохая, эта палетка, но это хорошее начало, так скажем, а вот эти две, видно, что над ними поработали больше, то есть уже имея базу вот этого нюда, Ре Луи, поработали над ними больше, и мне кажется, здесь и формула лучше, и раскладка лучше, может быть, я не ошибаюсь с названием, нужно, я бы хотела, я думаю, что на их месте я бы их не называла ни warm, ни cold, нет, я бы назвала как-то по-другому, может, подумала какие-нибудь интересные названия, потому что, ну, они нереальны, ни одна из них не warm, ни cold, поэтому я бы сказала, что они классные, у меня есть вопросы к названию, к чему еще есть вопросы? К спарклу, я не очень поняла этот спаркл здесь, почему-то он мне не переносится, и, ну, не знаю, как-то спаркл мне не очень понравился, черный я еще буду тестировать, про черный сейчас ничего не хочу говорить, потому что, вроде бы, стрелка мне нравится, но сказать, что я хотела им построить, я хотела сделать, на самом деле, другой макияж без стрелки, ну, и не смогла, поэтому, не знаю, насчет черного не могу сказать, вот это совсем без цвета, в нем не хотелось бы, этот Camel, мне хотелось бы больше цвета, потому что Camel, например, который с Наташей Динони, это не такое, здесь какой-то, не знаю, для меня это серое молоко, я бы сказала так, вот этот Taupe, мне еще интересно попробовать его в работе, то есть для меня она реально не самая интересная, здесь мне уже интереснее, здесь они более интересные оттенки, вот эти зеленые меня очень зацепили, вот этот вот, вот, господи, Greenwood очень мне понравился, зеленый, коричневый классный, посрединке у нас True Mars классный, то есть мне эта палетка больше понравилась, если вы будете думать, какую вам купить из двух, а даже из трех, все-таки я бы вам посоветовала именно темную палетку, но решать вам, у нас с вами разные предпочтения, вы видите, какие макияжи у меня получились, на моих глазах, мы будем еще с вами тестировать все палетки, это только первое впечатление, чтобы вы посмотрели, если вам захочется зайти в крилу и купить у них какую-то палетку, то вот примерно первый за тест у нас такой получился. На этом все, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам вообще косметика Релуи, что вы вообще любите вот этого бренда, как вам линейка Парадиса, какую из этих двух палеток вы бы себе хотели купить, может быть две, а может быть вы вообще хотели бы купить именно вот самый первый их запуск, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересным. Хочу также сказать о том, что в конце февраля у меня будет розыгрыш, розыгрыш бокса белорусской косметики, и одну из этих палеток я туда тоже положу, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, какая вам из них понравилась больше, именно та, у которой будет больше предпочтений, я именно положу в бокс белорусской косметики. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, потому что, а так вы будете видеть мои видео, будете в курсе того, когда пройдет розыгрыш и какие будут условия к этому розыгрышу. Я всех вас жду на данный розыгрыш, хочу сделать такой маленький подарочек к грядущему празднику 8 марта, поэтому, пожалуйста, приходите на мой канал, подписывайтесь, будьте в курсе новостей и моих видео, которые выходят на этом канале. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за то, что вы приходите на мой канал, смотрите видео, пишите мне комментарии. Я, наверное, никогда не устану вас благодарить, спасибо вам большое, это то, что мне поднимает настроение и делает меня счастливее, правда. Спасибо вам еще раз большое, рада вас была здесь всех видеть, всем пока.